Жизнь — это праздник, не так ли? Когда вы счастливы, разве вы не замечаете, что каждый ваш шаг, каждый вдох — это праздник? Замечали ли вы, что в определенный момент, когда вы очень счастливы, каждая мелочь, которую вы делаете, — это праздник? Только когда в вашей жизни нет радости, праздник должен быть организован. Иначе каждый момент вашей жизни, что бы вы ни делали, — это праздник. Замечали ли вы, что в определенный момент, когда вы очень счастливы, даже простая прогулка — это праздник? Не так ли? Вот как это должно быть. Празднование не обязательно означает, что мы должны собираться вместе и что-то делать. Это не обязательно. Но если мы хотим общий праздник, он нуждается в небольшой организации. Если для отдельных людей само их существование и сама их жизнь — это празднование, тогда, если они соберутся вместе, независимо от того, будет ли это вечеринка или что-то еще, в любом случае, будет праздник. Да? Вы замечали, что если вы встречаете своего старого друга, и вы действительно счастливы, это будет большой праздник, даже если вы выпьете по стакану воды. Не так ли? Так что вопрос не в том, что вы пьете, что едите и в какой атмосфере находитесь. Вы радостны. Именно внутренняя атмосфера определяет празднование, а не внешнее. Особенно это заметно, если нет внутреннего праздника, но есть внешнее торжество. Тогда вы впадете в сильную депрессию. Посмотрите на это внимательно. Например, сейчас внутренне вы очень подавлены, а снаружи происходит большой праздник. Вы замечали, что становится труднее переносить эти празднования? По крайней мере, если бы это была нормальная ситуация, с вашей депрессией можно было бы легко справиться. Но когда снаружи происходит большой праздник, и внутренне вы подавлены, вам становится чрезвычайно трудно. Замечали такое? Итак, празднование происходит не потому, что мы прилагаем много усилий, или пьем, или едим, или что-то делаем. Празднование происходит потому, что вы радостны. Другого способа отпраздновать нет. Не так ли? Если кто-то прилагает много усилий, кто-то танцует, поет, ест, пьет. Почему? Он пытается создать для себя радостную ситуацию. Да? Да или нет? Он пытается каким-то образом попасть в радостную ситуацию. Чтобы вы не называли радостью, чтобы вы не называли счастьем. Я уверен, что в вашей жизни определенно были моменты радости. Когда вы радостны, на вас проливается дождь радости, или она расцветает изнутри и находит внешнее выражение? Каким образом это происходит? Изнутри или извне? Где это начинается? Внутри. Это всегда приходит изнутри. Но сейчас почему-то требуется зажигание снаружи. Да? Кнопка «пуск» находится в чьих-то чужих руках, а не в ваших. Но радость всегда внутри вас. Не так ли? Вы когда-нибудь получали радость вот так? Нет? Видите ли, люди говорят о том, чтобы дарить счастье, получать счастье. Все это ерунда. Вы не можете ни дать его, ни получить. Просто чье-то присутствие может зажечь ваше счастье. Но вы ни от кого не получаете счастье. Не так ли? Если вы несчастны, а кто-то очень счастлив, это может быть скорее оскорбительным для вас, чем причиной вашей радости. Итак, если жизнь должна стать праздником, человек должен стать абсолютно радостным внутри себя. Возможно ли такое? Это, наверное, пустая болтовня. Знаете ли вы реалии жизни? Может быть, вы из какого-нибудь ашрама, где все идеально. Это не так. Вы должны понимать, что большинство из вас управляет своими собственными предприятиями и бизнесами, а также управляем крупным учреждением. Более четверти миллиона волонтеров по всему миру занимаются различными видами деятельности. Если кто-то из вас знает, что такое ежедневный кризис, я знаю в 10 раз больше такого рода кризисов. Ежедневно. Каждый день — кризис. И работаешь с волонтерами. Это значит, вы управляете бизнесом или производством. И один из главных инструментов вашего управления — если кто-то работает не так, как должен работать, вы его уволите. Не так ли? Это главный инструмент вашего управления. У нас такого инструмента нет. Я не могу никого уволить, потому что все волонтеры. Не имеет значения, что они делают, вы не можете их уволить. Знаете ли вы, как трудно управлять такой ситуацией? Вы счастливы или несчастны не потому, что жизненные ситуации сложились определенным образом. Кто-то счастлив не потому, что в его жизни все идеально. Кто-то счастлив, потому что он счастлив. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok